Ребята, всем добрый вечер! Я вот так на сон грядущий, хочу записать небольшую болталку вам. Устал за сегодня, прям конкретно, но сегодня я взял один выходной себе, не ездил, не развозил я доставочки. Вот, запланировал, что у меня будет сегодня выходной, и, в общем, у меня были планы на сегодня, но даже сделал больше, чем планировал. Во-первых, я сегодня проснулся в полвосьмого, выходной, поехал сразу же за крошкой попкорна. Здесь не очень далеко, в город въезжаю, там есть производство, ну, где базы. Вот, мне дали крошку попкорна, я Юле продал два десятка яиц, яиц маловато. Ну, начали нестись индюшки, чуть-чуть, одна или две. А-а-а, зевнули! Многие зевнули, кто смотрит меня, да? Извините. Вот, потом приехал, начал кормить всю птицу. Проверил и цыплят всех, поменял им водичку, насыпал корм. Вот, воду везде поменял утятам, приготовил мешанку, свою овощную, злаковую, с отходами из столовой. Потом всем взрослым поменял воду, покормил птичку и всю птицу, свинюшек своих. Вот, насыпал корм собакам и кошкам. Бим погулял у меня, побегал, я его отпустил. Он у меня побегал свободно по оврагу. Вот, что я еще сделал? А, я, в общем, собрался. А, и Юле я подарил еще пакет этого, грибов для жарки. Она пожарит себе грибочки с картошкой. Потом я поехал к маме на дачу. Она попросила собрать калины и собрать китайскую айву. Китайская айва, такая маленькая, кислая, желтая айва, ароматная. Вот, я приехал к ней на дачу туда. Вот, у соседки взял ключик. Соседка присматривает. Она там живет. Вот, круглогодично. Собрал все. Взял там несколько тазиков каких-то, ведерочек. Чеснок мама сказала взять. Она не будет сажать, не будет приезжать. Вот, поехал к маме. Но потом подумал, так, не поеду, я хочу в лес. И я хотел в лес с утра. Я прям вот, мне вот аж дышалось тяжело как-то. Вот хотелось в лес. Прям очень хотелось в лес. Сейчас, секундочку. Руку немножко потрес, а то она затекла. Держу телефон. Вот. И я решил, перед тем, как к маме заехать, поехать в лес. За грибочками. И я даже приехал. Сегодня вторник. Думаю, если даже не соберу ничего. Но я погуляю, погуляю хоть. Вот. По лесу. Прям вот хочется по лесу погулять. По деревцам, где деревья, в кустарниках. Вот. По леску, вот возле ерика пройтись. Все. Ну, в общем, приехал я в лес. А я с собой, кстати... Да что такое? Очень устал Андрюшка. Взял сапоги с ящиками. То есть, ну, не совсем экспромтом я поехал. Я планировал, что поеду в лес все-таки. Вот. Переобулся, пошел, пособирал. Немножко грибов нашел. Кстати, одну синенькую корзинку. Кто смотрит, с чем я хожу в лес. Синяя корзинка. Вот. Неполная. Не с горкой. Вот. Приехал к маме. Ей грибочков на жарку немного тоже дал. Отдал ей калину. Отдал ей китайскую айву. Вот. Поболтали мы немножко. И помчал. Она удивилась. Говорит, куда же он делся? С дачи поехал и пропал. А Андрей, блин, за грибами поехал. В общем, я приехал домой. В пять. Дома уже был в пять. То есть, только дел переделал. Кстати, Калина целый таз огромный. Ну, набрал такой таз хороший. Ведро целое китайская айвейт. И в колючие кусты собирал. Плюс в лесу я потусил. Погулял. Не торопясь совсем пешочком. Машину оставлял. Вообще в начале леса там. Потому что все развозюкали. Лезут в лес, блин. Ну, видят, грязно. Нет, они застревают. Там все развозюкали. Я пешочком бросил машину и пошел пешком. Коров там выгуливали. Вот. Приехал, покормил опять кошек всех. Насыпал. Сожрали все. Почистил грибочки. Чуть-чуть себе пожарил с макаронами. Часть хорошие грибочки. Все молоденькие. Порезал, отварил, замариновал. Сейчас посмотрю на компьютере. Ну, сейчас уже десять. Вот я замариновал грибы уже. Инкубаторы еще раз проверил. Перевернул. И сейчас буду отдыхать и спать. А, я еще сегодня помыл помидоры зеленые и засолил их. С травой, со всеми листьями вишни. Хрен сорвал листы. Я еще помыл ведра вот эти большие. Все, где солил пластиковые. И засыпал туда все помидоры. И посолил будут бочковые у меня помидоры. В общем, а куда деваться? Надо все успевать. А мне спрашивают, Андрей, как ты успеваешь? Мне суток хватает. И работать успеваю. Так что желаю вам успевать делать все, что захотите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!